Дорогие товарищи, предлагаем вашему вниманию инсценированный рассказ народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой «Упрямая муслимат». Дорога прорезает грудь горы. Поднимешь голову, горы, 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 уже тронуты осенней желтизной. Они разделены множеством узких тропинок, стремительно рвущихся в вышину. Куда они стремятся? В глубину гор или в высоту неба? Так и хочется ступить на их твердую, сухую, каменистую почву. Они бегут, куда хотят. То прямо, то обходя скалы, то, петляя вокруг дикого абрикосового дерева, ломают свои линии и вновь вытягиваются в одну прямую. Тропинки обращаются с горой так, словно это не она их поддерживает. А они ее. И в самом деле, что стоит гора без тропинок? Как невысока она нет такой вершины, на которую не взобралась тропинка? О чем задумалась? А? Да вот смотрю, да чего же красиво здесь у вас. Ой, погоди, вот приедем в наш аул, вот там красота, глаз не оторвешь. Правда, правда, не смейся. У нас что ни дома, то словом не похож один на другой. А сады, какие у нас сады, весь аул утопает в них. Фрукты на базаре, на расхват. А огороды, огурцы такие. Если прохожий у ворот чувствует сладкий аромат, значит, дома у чага хозяйка срезается гурца кожуру. Электростанция. Пусть маленькая, но зато первая в нашем районе. Словом... Подожди, подожди, Залму, я обязательно заеду в твой аул. Но ты хотела рассказать мне историю той девушки. Кого? Ну, на нее еще так забавно сердилась ее бабушка, та, которую мы встретили в гостях у твоей тети. А, бабушка Сакина. Да. Ну, конечно же. Ох, и упрямая старушка. Но внучка ее мусульман поупрямее. Ну, слушай же, я назову свою историю упрямая мусульман. И так действующий лиц. Постой, постой. Это у тебя уже не история, а целая пьеса выходит. Ага. Спектакль с продолжением. Итак. Сумей растопить мое горе, сумей. Оно ведь теперь не железо, не камень. И все же оно лед на душе моей. И надобен льду только солнечный пламей. Мусульман. 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 Где же она? Уж битых полчаса жду ее здесь. Сколько народу прошло, и все, ухмыляясь, смотрели на меня. Нет. Так больше продолжаться не может. Капризная девчонка издевается надо мной. Так поступать с джигитом никогда, никогда такого со мной не было. Сам не знаю, почему, но как погляжу в ее глаза цвета... Цвета майского меда. Такие ласковые. Такие нежные. Так и прожигают до самого сердца. Я когда-то что там, забываю обо всем. Мусульман. Бабушка, я уже убегаю. Ты не волнуйся, я не задержусь. Не волнуйся, не волнуйся. Ой, стыд-то какой, чтобы моя внучка, Которая не касалась даже птичье крыло, Вышла за этого, ой, горе какое, За этого старого коня. Да, да, не смейся. Когда джигит выводит огненного жеребенка на грудь горы И укращает его лаской и кнутом, Вот это красота! Я б своего за деньгах тогда и влюбился. Ох, 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 Когда мужчина выводит старую дряхлую лошаденку, Которая до сих пор осталась неоседланной, И начинает ее укращать. Это смех. Смех ты только. Подумай сама, Можно ли укротить такую лошадь? А мужчина? Это неоседланный конь. Жена должна сделать так, Чтоб он видел только ту тропинку, Которую она укажет ему. Уж лучше на всю жизнь остаться старой девой, Чем быть замуж за человека, Который до тебя имел трех жен. Трех жен! Мой Аллах! Образуй мне мою глупую внучку. Ну, смотри, смотри, поздно будет. Думаешь, те были хуже тебя? Нет. Красавица Айнисей с лунным блеском на лбу. Бабушка, я ухожу. Стой! А златокудря Калемат, Лучшая ковровщица в ауле. Да, она, Одна ее легкая походка стоит всей тебя. А кумсия, Тихая, нежная, Никто никогда не слышал от нее громкого слова. Трудись на него, как пчела, И все равно не подошла. Все. Вот мои книги. Вот твои книги. В голове у тебя ветер, Только и думаешь, Что книги свои читать Этим семью не прокормишь. На что ему такая жена? Бедный Абдулладис, Наверное, заждался. Заждался, старой конь. Грех смеяться над старым человеком. Разве этому вас учили там, В самом большом городе, Москве? Сначала дочка, Потом ты. Осиротела я, С тех пор, как отпустила вас в Москву. Все говорили, Вот вернется твоя дочь, Станет в Махачкале большим начальником, Дадут вам большой дом, Машина будет стоять во дворе. Ждала я, ждала. Ни машины, ни дома, ни дочери. Бабушка. Бабушка. Ну, ты же знаешь, Мама такая работа. Она дипломат и папа тоже. Ну, не могут они возле нас сидеть. Знаю, знаю. Они мир между государствами делают, Чтобы войны больше не было. Ладно. Смирилась я с тем, Что дочку не вижу. Вот ты выросла. Опять в Москву уехала учиться. Ну, зачем в Москву? Разве в Махачкале не вся? Ну, ладно. Думаю, вернется, Станет большим начальником. Все будут мне завидовать, Что у меня такая внучка. А ты приехала и сидишь в клубе. Людям книги раздаешь. Неужели для этого нужно было учиться 15 лет? Но я же окончила библиотечный. Не знаю, не знаю. Не знаю. Но снять с полки книгу И записать что-то на бумажке, Это я смогла бы. Могла бы выучиться на кого-нибудь поважнее. А я люблю книги. Они мне. Как друзья. Самые близкие. Понимаешь? Верно, это друзья. И толкают тебя на то, Что ты среди десятка женихов Выбрала этого. Бабушка. О, Аллах. Моя внучка, Которая не косалась даже крыло птицы, Попала в когти коршуна. А-а-а. Бабушка, Когда я прошлое лето Встречала нашу буренку из стада, Прямо над моей головой Низко-низко Пролетела птичка И коснулась меня обоими крылами. Правда-правда. И я хорошо помню. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Что ты скажешь? Здравствуй, ты меня ждёшь? Жду. Абдулладиская. Ты сказала, приходи в восемь. А сейчас уже девять. Ой. Ой, подержи, пожалуйста. Неужели забыла, а? Нет, вот нашла. Знаешь, я испугалась, Что забыл заказ на новые книги. Идём, проводишь меня до библиотеки? Я хочу послать прямо в Москву. А то наша книга только хороших книг не даёт. Не замечает она, что ли? Или делает вид? Я уже дважды протягивал ей книги. Что же, я так и буду их нести до самой библиотеки. Мало того, что ждал её битый час на виду у всех, Я теперь ещё и носильщиком у женщины стал. Как назло, всё знакомое попадается. Привет! Лучше делать вид, что никого не узнаёшь. Стыд какой. Все, что ли, на улицу высыпали, чтобы на меня посмотреть. Нет, только бы дойти до этой библиотеки я и скажу. Я ей скажу. Свалю эти проклятые книги и скажу, как подобает мужчине. Чтобы это было в первый и последний раз. Ах ты мой помощник. Спасибо тебе, Абдулладис. Да что уж там. Милый, пожалуйста, разложи эти книги по местам. А то мне приходится лестницу таскать. А ты видишь, какая я маленькая. Ну, давай. Вот, спасибо. И в самом деле, маленькая, и до плеча мне не достаёт. Куда ей до полок дотянуться? Пока никто не видит, почему не помочь? Чего мне стоит? А, чёрт, её принёс Аймисей. Здравствуй, мусульма. Аймисей, привет. Ну, как дела? Куда же мне деваться? Если она меня увидит, всё, опозорен навеки. Язык чешет. Болтливый сорок. А какой раньше была, когда вошла в мой дом. Застенчива, покорна. Не садилась, пока я не уйду. Бывало, только и покрикиваешь. Аймисей, принеси воды. Аймисей, погладь брюки. А сейчас, ишь, как вплыла. Да, недолго вдовствовала моя жёнушка. Говорят, уже двое детей у неё. Эх, только бы не заметила, только бы... Абдулладис, ты слышишь, какая миссия хвалит Спартака? А ты всё никак не прочитаешь. Чтоб вы подавились со своим Спартаком. Ведь нарожь накликнула. Хочет показать, как пристегнула меня к себе. Видно, ничего уж во мне не осталось от мужчины. Зачем я только папаху ношу? Две ночи не спала, читала. Дай мне что-нибудь ещё того же автора. Абдулладис, достань, пожалуйста, вон с той полки, где буква Т, видишь, Толстой в воскресенье. Три ночи не спала. Ах, как мне её жалко было. Кого? Анну Каренину. Ну, разве можно из-за мужчины лишать тебе жизни? Прикуси язык, змея. Ах, как я завидую тебе, муслимат. А я-то дура. Дальше семиклассов не пошла. А была бы учёной, столько бы глупости не натворила бы в юности. Ничего, Аймисей, ты тоже много читаешь. Ты у меня в активе. Бери. Тоже печально. Прочтёшь, узнаешь. Тебе же будет неинтересно, если я расскажу. До свидания, Аймисей. До свидания. Что с тобой, Абдул-Адис? Ты не здоров? Ничего. Я здоров. Ну, хорошо. А у меня все цветы повяли. Ну, этого ты от меня не дождёшься. Ну, раз тебе трудно, зачем же? Я думала, тебе самому приятно, а если нет? Я думала, ты обидишься, если я от другого приму цветы. Я так люблю ромашки крупные, полевые. Когда я училась в институте, мне всегда в день рождения ромашки дарили. Зря я так грубо. Надо было просто промолчать. Не принёс бы и всё. Ой, какие же это были цветы! Я таких и не видела. Целых две недели стояли, честное слово. Оказывается, Сайпудин поднялся на самую вершину горы. Значит, Сайпудин тебе их носит? Абдул-Адис, у тебя глаз задёргался, ты что? Нервный тик. Так и неврастенником заделаешься. Значит, Сайпудин. Ну, должен же кто-то, раз ты не хочешь. Ну что ж, я пошёл. До свидания. Ага. Здравствуйте. А, Сайпудин, привет. Ага, лёгок на помине. Уйти или остаться? Уйти или остаться? Если я уйду, он ещё чего доброго подумает, что я струсил. Если останусь, она решит, что я ревную. Так как же? Уйти или остаться? Муслимат, дай мне, пожалуйста, стихи тютчего. Сейчас. Да нет, нет, дай-ка я сам достану. Ишь ты, сам достает. Он, видите ли, здесь как дома. Ну, погоди. Сейчас ты увидишь, какие я беру книги. Тебе, Веслоухуму, они и не снились. Какие же я видел самые толстые на стеллажах. Как же это? Постой, постой. Муслимат, какие я вчера видел ромашки. Да? Целое море. Где? У мельницы. Мне, муслимат, пожалуйста, дай дума и быль. Еще. Декамерон. Вот. Аж вспотел. Былое и думы. Ага, покраснело. Наконец-то я тебя смутил. А Сайпудин-то, Сайпудин, просто остолбенел. Пусть видит, что не один тут громотей. Мы тоже не лыком шиты. На несколько дней записать? На сколько дней? А почему ты спрашиваешь? Так полагается. А почему ты у этого жирафа Сайпудина не спрашивала? Сравнил. Он лишние минуты не задержит. И вообще, что ты за ним тянешься? Он почти всю классику перечитал, а ты. А тебе надо начинать с мой Дадыра, а не с Декамерона. И потом не смей называть его жирафом. Ну хорошо, он не жираф, а я осел. Так, по-твоему? Этого я не сказала. Что ж, читай на здоровье. Да, осел я, осел, что бегаю за этой девчонкой. И сколько уж я от нее вытерпел. А, Абдул-Адис! Ты что так рано? Осторожно, дорогой. Книги не бухгалтерские счеты. Смотри, испачкаешь, попадет тебе от муслимат. Ага, от муслимат. Неужели ты взялся за чтение? Подумай только, как она на тебя повлияла. При чем здесь она? Что, я без нее читать не умел? Просто раньше некогда было. То месячный отчет, то годовой. Ну можно подумать, что ты с утра до вечера отчетами занимаешься. Не как в институт собрался на заводчное. Теперь это модно? Мне что, почитать нельзя, что ли? Ну можно, дорогой, даже нужно. В наше время добыть невежды. Ну не на работе же, а. Вот и читай тут под эту музыку. Ну и что? Так и не добилась своего муслимат? Муслимат? Ну, да ты ее не знаешь. Не даром ведь ее прозвали упрямый муслимат. А Абдулладиз? Ой, про Абдулладиза надо рассказать особо. Седьмой ребенок в семье, где уже было шесть девочек. Седьмой ребенок, но единственный сын. Как говорили раньше, подпорка под крышу и спинка стула для отца. Двенадцать полотков раз склонялись над его колыбелью. Мать, две бабушки, шесть сестер и три тетки. Да, представляю, что это была зоопека. Нет, ты не представляешь. Они просто боялись дышать на него. Двенадцать женщин купали его. Двадцать четыре руки пеленали его. Из двенадцати пар глаз лилась на него беспредельная любовь. Когда пришла пора учиться, двенадцать женщин проводили его в школу, у родника, в поле, на мельнице, только и слышалось. Наш Абдулладиз сказал, наш Абдулладиз сделал. И мальчик очень скоро понял, что он долгожданный цветок, что он солнце среди ясного дня. Да, 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 да. А солнцу нужен особый почёт. Так он и рос, не зная ни в чём отказа. Лучший кусок для него, лучшая одежда ему. Ну, а в школе? А в школе. Понятно, ни ребята, ни учителя не желали признавать его превосходство. И потому он сразу не взлюбил в школу. Еле-еле, как говорится, щихоточными тройками закончил он восемь классов. В среднюю школу, что была в райцентре за километр, его даже не пытались послать. Ну, как же, чтобы единственный сын ходил за километр в школу. Раньше, чтобы учёные были, так говорили мать, бабушка и тётя. Правда, все его сёстры закончили десятилетку, и даже некоторые институты. Но они молчали. У них не было права поучать единственного брата. И что же, так он и остался со своей восьмилеткой? Ну, отец всё же заставил его закончить курсы бухгалтеров. Ведь на экзаменах в техникуме Абдул-Адис треском проваливался. Но здесь отец уже настоял. Хоть какую-то профессию надо было ему дать. И стал Абдул-Адис работать у нас сначала щитоводом, а потом бухгалтером. Но ему и горя мало. Девушки по нему адмирали, красавец, высокий, одетый с иголочки. И что особенно привлекало их, небрежность нисходительной в обращении. А дальше ты знаешь. Да, раз стал самостоятельным, надо было сыночка женить. Конечно. Сначала Ай-Месей, потом Калимат, потом Кумсият. Все они, любящие и нежные, прошли по его жизни, не оставив особенного следа. На эти женитьбы у Абдул-Адиза ушло всего-навсего три года. И скатывались они с него, как с гуся вода. А пока... Пока не встретилась ему мусульман? Да. Не встала поперек дороги. Ласковая и гордая, ровная и веселая. И к тому же еще с дипломом в руках. Да. Вот тогда-то Абдул-Адиз и пожалел, что бросил учебу. Опять этот Сайпудин. Вечно этот жираф переходит мне дорогу. Началось еще в школе, когда учителя отец ставили мне его в пример. Ну, а теперь Сайпудин окончил в Махачкале университет. Преподает в старших классах литературу. Маслемат то и дело советуется с ним. То конференция читательская, то встреча с кем-то, то... Конечно, конечно, он ей пара, он, а не я. Но ведь сама же меня завлекала. Абдул-Адиз, заходи в библиотеку. У меня для тебя книжка отложена. Зайдешь? И посмотрит так, с таким особенным выражением. Может, правда, мне это показалось. А придешь в библиотеку, засядешь там, а она, как ни в чем не бывала, хоть два часа сиди. Ну, а когда я ей письмо писал, может, и зря, но не выдержал. Так помню, расстарался, что даже стихи переписал из какого-то журнала о любви. Семь раз переписывал. Ведь сроду такого со мной не было, чтобы письма писать, да еще женщине, да еще в любви признаваться. А она ни да, ни нет. Вот записочка. Я ей какое письмо накатал. А она еще с высшим образованием. Прежде всего, нам надо как следует узнать друг друга, чтобы не разочароваться потом. Намекает. Можно подумать, что это большая радость иметь за три года трех жен. Конечно, Усу и Пудина и здесь перевес. Во-первых, ни разу не был женат. Во-вторых, окончил университет. В-третьих, да что говорить, он и читает много. Им есть о чем поговорить. Как придет в библиотеку, так и затарахтит. А ты читала в последнем номере журнала? А ты слышала? А ты видела? Ах, какая интересная статья! А черт его знает кого! Пу! А в конце концов, что я, безграмотный, что ли? Я тоже не слепой. И язык у меня на месте. А память... Учителя всегда говорили, что у меня память эта... Как ее... Феноменальная, да. Правда, при этом они всегда почему-то укоризненно качали головами. Ну, на то они и учителя. Ах, мыслимат! Ну, и втянула же ты меня в историю. Мало того, что книжки, как проклятые, читаю, я еще, стыдно сказать, в самодеятельность записался. А все это жираф Сайпудин. Он и труд успел. Пел бы один, куда ни шло. А то вместе с ней, с мыслимат, дуэтом говорит. Спелись. Но ничего. Посмотрим еще. Абдул-Адис, ты тоже на вечер? А раньше ты в клуб не ногой. То раньше. А вот и муслимат. На меня даже и не смотрит. Все он из своего Сайпудина. Подумаешь, певец нашелся. Сейчас я вам всем покажу. Абдул-Адис! Следующим номером тебе что, Абдул-Адис? Ты думаешь, ты один все умеешь? И в университетах учиться, и песни петь? Нет, друг. И другие тоже кое-что могут. Дорогие аульчане, я тоже хочу вам спеть песню. Абдул-Адис! Вот это да! Вот что значит любовь. Старых молодит, молодым смелость дает. Абдул-Адис! Абдул-Адис! Подожду ее здесь. Только бы она была одна. Идет. Муслимат! Постой, муслимат! О, черт! Опять этот жираф. Муслимат! Что, Сайпудин? Я хочу сказать тебе. Я так больше не могу. Я все время думаю только о тебе. Не молчи, скажи хоть слово. Сайпудин, ты мне как брат. Прости, я люблю другого. Все, конец. Обоих отвергла. Эх, муслимат. Вот как. Кого же ты любишь, если не секрет, конечно. Какое это имеет значение? А все ты... Ну, не тяни ее уж. Добивай. Сайпудин, мы всегда будем как брат и сестра. Но это от меня не зависит. Я люблю Абдулладиза. Что? Абдулладиза? Ты шутишь? Ты шутишь? Муслимат. Да разве этот Дон Жуан тебе пара? Он же невежда. Разве ты этого не видишь? Я люблю его. Что, съел? И не обзывайся разными жендуанами. О, муслимат. Муслимат. Его ровесники еще и жениться не успели. А он уже трех жен бросил. А теперь своим красивым, тупым лицом соблазняет тебя. Не говори так, Сайпудин. Он испортит тебе жизнь. Да он женщину из-за человека не считает. Его сестры чистят ему обувь. Греют утром воду, чтобы он умылся. Как ты будешь жить с таким? Однажды я сам видел, как его мать шла с базара с такой тяжелой корзиной. А он догнал ее и, что бы ты думала, вышагивала рядом, в то время, как она буквально надрывалась. Я не выдержал. Спрыгнул с балкона и помог ей донести корзину. А ему хоть бы что? Да что там говорить? Он только и умеет есть да спать. Он погубит твою жизнь. Не знаю. Я из-за мани не рада, что так получилось. Ну вот видишь. Ведь ты уже страдаешь. Нет. Нет, я счастлива. И не ругай его, не надо. Мне кажется, что он много лучше. Просто никого не любил до сих пор. И его не любили по-настоящему. Нет, муслимат. Он никого и не полюбит. Для того, чтобы любить, надо иметь сердце. Не надо так говорить, Саипутин. Ты делаешь мне больно. Для меня все равно он самый лучший на земле. Что она сказала? Я самый лучший. Я. Она любит меня. Хороший. Самый лучший на земле. Она сама так сказала. А она умница. Сколько книг прочитала. Она не может ошибаться. Значит, я такой и есть. Я должен таким быть. Я не подведу ее, муслимат. Но ведь, если Пудин прав, могу испортить ей жизнь. Ведь я невежда. Я просто дурак. В самом деле, о чем она будет говорить со мной? Эх, сколько раз отец говорил мне, читай, учись. А я? Сколько лет упущено. Неужели я испортю ей жизнь? Абдулладис, это ты? Я, сестра. Ну как? Хороший был концерт. А ты почему не пошла? Да, дело полно дома. Вот, перегладить надо. Здравствуй, Абдулладис. Дай мне мешок. Да ты что? Я сама? Отдай, говорю. Мужчина, а не ты должен носить тяжести. Что с тобой сегодня, Абдулладис? Сколько женщин работает на меня одного. Ты, наверное, голоден. Садись. Сейчас мы тебя покормим. Не надо. Я сам. Ну что ты? Если увидит мать... Идите спать. Я все сделаю сам. Идите, уже поздно. Ну, если ты... Что ж? Спокойной ночи. Есть совсем не хочется. Жил себе, жил. И о жизни своей никогда не задумывался. И не задумывался бы. Не могу читать. Да, прав Сайпудин. Все-таки я скотина. Как я ненавижу вот эту рожу. Ну что смотришь? Чего ты достиг в жизни, а? Только и умеешь то щелкать на счетах. Троеженец проклятый. Так бы надавал тебе пинков. Нет. Нет. Если есть у меня хоть какая-то воля. Хоть какой-то разум. Я должен. Должен изменить свою жизнь. Завтрашнее утро. Ради нее. Ради муслемат. Ради муслемат. Айшат, иди сюда. Иду, иду. Доброе утро. Дорогой брат. Почему ты так рано встал? Не заболел ли ты? Патимат, ты что, умерла там? Неси, брат, умыться. Не надо, Айшат. Дорогие сестры, теперь я каждый день буду так вставать и ходить умываться к реке. Привет. И Сайпудин здесь. Что это у него в руках? Цветы. Ромашки. На берегу нарвал. Неужели ей несет? Ну, погоди. С разбегу ныряю. Как раскаленное железо. Ничего. Просто здорово. Нарву я сейчас такой букет, что рядом с ним ромашки Сайпудина покажутся веником. Поднимусь вон туда, на самую вершину. Эй! Да я всю эту святущую гору обхвачу и отнесу тебе, мусульман. Она любит меня. Она верит в меня. Абдул-Адис, куда ты вчера пропал? Я искала тебя. Хотела сказать, что ты умница. Ты так хорошо спел. Что это? Какой огромный букет. Он сейчас рассыпется. Это тебе. Спасибо. Какие чудесные цветы. Ты за водой? Дай, я принесу. Пошли лучше вместе. Счастливые. Счастливые. Они нашли друг друга. Да. Они очень счастливы. Когда рука об руку они идут по нашей улице, все прохожие с завистью смотрят им вслед. Только... Что? Только одна бабушка, Сакенат, никак не могла с этим примириться. Ба-ба-бай. Почему я дожила до этого дня? Почему я не умерла, чтобы не увидеть такого, как моя внучка, которая не касалась даже крыла птицы? А вот он и наш аул. Смотри, правда красиво? Да. Да, очень. Он и правда весь в зелени. Какие красивые дома. А где же твой? А вот он. Остановись здесь, пожалуйста. Пойдем. Нет, нет. Что ты, неудобно? Да и времени нет. Ну, перестань. Мама, мама, встречай, у нас гости. Гости. У нас. Да, гости из города и при том первый раз в нашем ауле. С приездом, гости, дорогие. Спасибо, что не обошли наш дом. Пусть дом без гостей будет у наших врагов. Спасибо и вам, дорогая хозяйка, за добрые слова. Я в вашем ауле впервые и в первый раз открываю вашу дверь. По нашему поверью, слова, сказанные мной, должны сбыться. Я желаю всему аулу и в первую очередь дому вашему, чтобы у вас никогда не пустовали колыбели, чтобы не было в вашем ауле сакли, где бы не жили почтенные старики. Пусть не стихает в ваших дворах детский смех, пусть ягнятые жеребята стучат копытцами, пусть деревья всегда приносят плоды, и пусть не смолкает шепот влюбленных. Да сбудутся твои слова, переступай порог нашего дома. Пусть счастье и мир навсегда снизойдут на землю, пусть любовь и братство свяжет всех людей. Субтитры создавал DimaTorzok выслушали инсценированный рассказ народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой «Упрямая муслимат». Перевод Саварского Ларисы Румарчук. Инсценировка Натальи Ярцевой. Главные роли исполняли от автора Анна Антоненко-Луконина, Залму Наталья Миколышина, муслимат Ирина Бардукова, Абдулладис Руслан Ахметов, Сайпуддин Олег Мартьянов, бабушка Мария Синельникова. В остальных ролях Марина Федина, Лариса Викел, Валерия Войченко и другие. Режиссер Алексей Головацкий, музыкальный редактор Ольга Троцевская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова